Говорят, россияне стали меньше читать. Компьютерный век практически отобрал у нас бумажный носитель. Но есть люди, которые в корне с этим не согласны и борются за восстановление справедливости. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С». С вами Марьяна Мирная. Хочу представить наших сегодняшних гостей. Это создатели проекта «Нас объединяет книга» Людмила Николаевна Хаустова, Петр Александрович Горшков и Евелина Николаевна Глазкова. Здравствуйте вам еще раз. Здравствуйте. Ну вот приятно на самом деле такое количество книг видеть. Я думаю, в домах, в квартирах у вас книг гораздо больше. И вы еще, я думаю, почитываете, да, как это сейчас принято называть. Ну, давайте о проекте несколько слов. Что это за проект и что туда входит? Потому что это и создание сборника, да, и литературного, и еще, еще, еще. Кто? Проект наш называется «Нас объединяет книга». Суть в том, что художественная литература – это один из самых таких важных способов воспитания человека. И поэтому каждое общество заинтересовано в том, чтобы развивать литературу и как-то содействовать пробуждению интереса к чтению. Для того, чтобы приобщить людей к чтению, самый такой проверенный способ – это заинтересовать его. А в современных условиях заинтересовать легче всего массовыми мероприятиями, такими культурно-досугами, культурными мероприятиями, информационными, такими, например, как встреча читателей и писателей, презентация книг. И вот на этом, собственно, и основан наш проект. Цель его – способствовать приобщению населения, а в основном, конечно, молодежи, к чтению. Вот. Для этого мы хотим встретиться с самарскими читателями. Проект называется «Нас объединяет книга». Он должен объединить писателей самарских и читателей, в основном молодежь, тех, кто уже давно любит литературу мы среди них, и тех, в ком мы только хотим зажечь эту искорку любви к литературе. Ну, и, одним словом, читателей и писателей. Ну, вот, Пётр Александрович, вы же часто встречаетесь со школьниками, да? Насколько я вот понимаю, тоже на съёмках, да, когда встречаемся, их спрашиваешь, очень часто задаёшь вопрос, ты там такую книжку читал, он говорит, там, я кино смотрел. Это довольно сейчас популярные ответы. Как вы на это смотрите, и что вы им на это говорите, вот, ребятам, которые предпочитают посмотреть, нежели прочитать? Вы знаете, наверное, немножко не так. Молодёжь у нас в основном очень хорошая. Я не спорю. Да, значит, безусловно, когда с ним встречаешься, когда проводишь какую-то презентацию и спрашиваешь, а читали вы эту книгу, значит, которую получили? Да, конечно, читали. Нравится она вам? Конечно, конечно. Вот. Ну, к великому сожалению, конечно, интернет своё дело делает. Ну, как бы ты ни была, государство, в данном случае, мы будем говорить, член государства, вот стремимся как-то дать молодёжи, придать эти книжки. Вот перед нами решат вот эти сборники, которые выпущены в нашей организации, с помощью творческого объединения, значит, Лера, руководителем которой является, значит, Людмила Николаевна Хаусту. Первая книга «Красные тюльпаны», вторая книга «Моя берёза ручь», следующая книга «Чувства Родины» и «Горький хлеб тыла», посвящённое 70-летию. Знаете, вот эти произведения, это, по сути говоря, сборники стихов и поэзии наших художников, наших писателей, значит, простых людей. Много учеников любых. Вот есть интересные, вот взять книгу «Красные тюльпаны», есть, что ученик второго класса пишет произведения, понимаете? И говорить о том, что книга уйдёт куда-то, наверное, нет. Я, например, вижу по-другому. Я думаю, но, но, знаете, мы должны, конечно, старшее поколение, мы стремимся как-то молодёжь тянуть, то есть доказывать и говорить. Ведь, по сути говоря, книга, это наша книга, которую, по сути, это судьба России. Мы её не должны забывать ни в коем случае. Мы должны, безусловно, на нас лежит обязанность воспитывать молодёжь нашей силы. Ну вот, что касается сборника, да, готовится в рамках проекта сборник книга. Кто принимает в ней участие, кто, чьи произведения, чьи произведения там можно будет читать? И, я так понимаю, там и поэзия будет, и проза, да? Вот кто лучше расскажет, наверное, Эвелина Николаевна? Эвелина Николаевна начнёт, наверное, про книгу. В рамках этого проекта, кстати, проект выиграл конкурс грантов, который проводил департамент. Департамент культуры, да. Да, вот, администрация Самары. В рамках этого проекта выпускаем сборник «Сильные крылья». Вот он вот так вот выглядит. Он состоит из двух частей. И первая – это проза, связанная с событиями Великой Отечественной войны. И вторая, первая часть называется «Живём и помним». А вторая часть называется «Ликует жизнь». И здесь стихи на все темы, которые относятся к нашей жизни. Вот о первой части я бы очень хотела, чтобы рассказала Эвелина Николаевна. Потому что вот прозой занималась именно она, её авторы, и она очень хорошо об этом может рассказать. Эвелина Николаевна, проза нынче хороша? Ну, разная проза есть. К сожалению, сейчас печатается много печатных изданий. Есть средненькая проза, а есть хорошая проза. Конечно, если люди стараются, если люди совершенствуются в своём писании, что-то, чтобы пойти, войти в книгу, ну, эти старания видны. Я вот хочу сказать, что вот в эту книгу нашу, которую мы только выпускаем, вошло 18 авторов с прозой. Это в основном поэты. И я веду литературу музыкальную гостиную, ко мне ходят и поэты, и музыканты, и исполнители. И вот к 70-летию я заставила поэтов написать художественные рассказы о своём детстве. Не обо всём, вот как сначала до конца, а вот какие-то эпизоды взять значимые, которые помнятся вот до сих пор у людей, в памяти сохранены, и описать эти моменты. Вы знаете, ну, немножко помогали, конечно, но получилось. Причём очень интересно. То есть люди писали о своём детстве, раненом войной. Это или военное время, или послевоенное время, и немного вот авторов до военного времени. Вот Пётр Александрович у нас присутствует здесь как соавтор. Он уже немножко там постарше, чем вот мы были. И тоже он написал очень интересные рассказы о своём детстве. Это самарцы, правильно я понимаю? В основном здесь самарцы у нас. Те, кто ходят в гостиную «Души очарования» и ходят в объединение литературное лиры, которое руководит Людмила Николаевна Хаустова. Это, ну, конечно, там и вошли и поэты в другую часть, в поэтические произведения наших авторов. Но в основном первая часть состоит из прозы, которую написали люди в гостиной литературно-музыкальной «Души очарования». Ну вот вы держите несколько листков в руках. Мы можем нашему зрителю немножечко, да, зачитать небольшой фрагмент или это целый рассказ у нас. Что это такое? Расскажите. Ну, это Людмила Николаевна попросила меня вот почитать прозу. Моя повесть называется «Познание мира». И из этой повести маленький небольшой рассказ, который идёт из воспоминаний далёкого уже детства. Я вот вам его немножечко прочитаю. Поиск называется «Познание мира», а рассказик называется «Страх». Ну, я немножко опущу. Я хочу рассказать об одном событии того далёкого военного времени. Даже мы, четырёх-пятилетние дети, знали, что идёт страшная война. Но город наш был в тылу. Окупация, блокада, бомбёжки. Слава Богу, нас не коснулись. И однажды, играя во дворе, мы увидели, как мимо нас побежали люди из наших домов с криками «Пожар! Пожар!» в сторону завода. Завод – это 42-й завод. Раньше в войну он назывался номерной завод. Завод имени Масленького. Ну, который сейчас уже почил в Бозе. Мы, как суслики, замерли на какое-то мгновение. Потом, как кто постарше впереди, а мы за ними, все припустили вслед за взрослыми. Я помню, у меня слетел с ноги тапок. Так я побежала дальше в одном, боясь отстать от своих. На Новосадовой скопилась большая толпа. Было очень шумно. Все плакали и смотрели на огромных размеров пламя, вырвавшиеся из-за заводского забора. Мы, конечно, тоже ревели в голос. Было очень страшно. Толпа перетекала с места на место. На нас никто не обращал внимания. Мало того, нашу кучку растолкали. Я оказалась одна среди воющих от отчаяния и страха чужих людей. Ну, мне было тогда 4 года. Стала озираться в поисках своей защиты. Мамы не находила и ревела еще пуще. Горели огромные баки с каким-то топливом. Не знаю, сколько прошло времени. Вдруг меня схватили сзади и подняли на руки. И я еще не поняла, кто это. Но не успев испугаться, по родному запаху поняла, что это моя мама. Вывернулась и влипла в нее, прижалась, обхватив ее и руками, и ногами. Невзирая на слабость, мама моя болела, у нее был постельный режим. В одном халате она прибежала и нашла в жуткой суматохе свою дочь. Наверное, не сразу. Я только, став взрослой, став мамой, представила, какой страх она тогда пережила. Она, потерявшая от инфекционной болезни за 9 лет до моего рождения, свою первую доченьку. Не знаю как, но до дома она несла на руках свои испуганные, зареванные и кающие сокровища. Дорогая моя мамочка, спасибо. Потрясающе. Очень трогательная, я же это послезилась. Я думаю, что там много рассказов, да, которые действительно очень трогают. И давайте поговорим о, ну, получателе, да, об итоговом. Куда эта книга, куда этот сборник пойдет, каким образом для школьников или в свободная продажа, доступ? Потому что, на мой взгляд, так не только наши школьники должны подобные вещи читать и понимать. Вы знаете, Марьяна, я хотел бы обратиться к администрации, к властям. Знаете, сборник должен, любая книжка должна выходить, так, чтобы она могла охватить большое количество школ и библиотек. У нас же получается, к великому сожалению, идет выпуск книг, вот, грант какой завоевали, выпускать там 200-300 книг. Наверное, это нельзя допускать. Должно быть большое количество, должно быть, получить каждую библиотеку, каждую школу должно получить. И, соответственно, только так. Тогда только она сможет. И, безусловно, книга просто так не должна прийти туда. Она должна пройти презентацию. В данном случае мы провели презентацию по данному, по Горький хлеб тыла. Знаете, прошли бы весь город, чтобы во всех районах были бы, знаете, вот как я, человек уже немолодой, я был бы восхищен, восхищен, как было подготовлено, как читали произведения, значит, авторы, школьники, которые в седьмом классе учатся, в десятом классе. Ну, прекрасно, замечательно. Ну, я, в общем, читаю наши поэты, это люди, конечно, творческие. Но вот этот момент и просьба, книга, грант должен быть выходить в пользу государству, но не на полку. Вот насчет, вот сейчас просто такая ситуация, да, вот у нас образовалась, Велина Николаевна душевную очень хорошо прочитала, и раньше же была такая практика, да, мы прекрасно помним, что люди собирались, они читали какие-то новые произведения, даже там в советское время запрещенные, да, это были книги какие-то. Вот сейчас, насколько это развито сейчас, и, может быть, мы как-то можем развить эту вот такую форму, потому что не все любят читать сами, да, кто-то лучше воспринимает на слух, кому-то интереснее, когда чтец именно хороший, да, который все красиво, правильно прочитает. Вот, может быть, какие-то нам организовывать такие вещи, и как мы это можем делать? Ну, это и есть составляющая, собственно, вот замысла этого нас объединяет книга. Мы же хотим не просто издать этот сборник, и чтобы он лежал где-то на полках. Смысл в том, чтобы мы с этим сборником пришли в библиотеки, в школы, и там провели как бы презентацию этой книги, то есть несколько авторов, вот такой небольшой аудитории, как собирает библиотека, это человек 50, или в школьном зале, где собираются человек 120-130. Вот, прочитать стих произведений из этой книги, то есть наиболее вот такие трогательные, наиболее задевающие, вот, допустим, как сейчас Велина Николаевна прочла, то есть для того только, чтобы возродить интерес, чтобы человеку было интересно почитать, что было дальше. И потом вот эти встречи читателей и писателей, никогда же не знаешь, что в детскую душу заронит интерес к чтению, с какого момента ему захочется почитать. Поэтому вот приходить к детям, именно почитать, автор со своим чувством, со своим выражением почитает, это находит очень такой серьезный отклик у детей, они очень взволнованы, всегда слушают, правда? Да, конечно. Вот встречи, которые мы проводили, вот по этой книге, мы уже 13 встреч привели, больше 2000 человек было слушателей, и вы знаете, они настолько трогательны, настолько встревожены, слушают вот эту всю информацию, которую мы даем, она же не сухая, она литературно-художественная, плюс песни военных лет. То есть нужно именно вот так организовать встречу, чтобы затронуть эмоции ребенка, даже может быть не ребенка, подростка, молодого человека, чтобы ему захотелось в это еще углубиться. Я правильно понимаю, вот у нас тоже в связи с 70-летием юбилея Победы, да, в Великой Отечественной войне. Произведения в целом направлены именно на военную какую-то тематику, довоенную, поствоенную, военную, или есть там какие-то еще не связанные с войной? Нет, конечно, разные темы. Вот основная тема, вот мы выпустили к 65-летию Победы, вот у нас здесь две главных темы, это души очарования. Это тема отцов, воевавших матерей с поклоном к ним, здесь идут стихи и проза, а вот это наши внуки, и вот это все для нас свято, обязательно. И, конечно, есть разные моменты, вот тут авторы с своими внуками на обложке. И вот даже в этой нашей готовящейся книге раздел прозы, конечно, он идет, воспоминания идут, воспоминания военного времени. Не то, что военно, как война шла, а как мы, дети, ощущали это время, и как мы его помним. Мы, со своими играми, со своими бедами, со своим голодом, ну, там уж вот Людмила Голодяевская, так вообще она была в концлагере, родилась, это же вообще ужас какой-то. Доброва Ольга пережила оккупацию, конечно, у нее такие трагические есть моменты в рассказах. А вот есть Клавдия Иванчева, автор, она написала рассказ о том, как она ехала на велосипеде к своим родственникам, ну, мама ее послала к бабушке, и ей дали там курицу, связали на багажник, она с своей сестренкой маленькой на велосипеде, еще и на большом велосипеде, стоя, поехали, конечно, этот велосипед под горку, и куда велосипед, куда курица, куда они, вот это в ней все осталось в памяти. И это, понимаете, это было наше детство. Оно было и шаловливое, и голодное, тяжелое, но это было детство. А дальше идут стихи, дальше идут стихи на любые темы. Вот почему, вот у нас еще книжка вышла, видите, мы из раненого детства, там вот раненые, видите, колючая проволока, детки, а это пегас, то есть мы поднялись, мы не только выжили, вот наше поколение, мы еще и состоялись как личности, и до сих пор еще живем творчеством, и не собираемся сдаваться. И, конечно же, здесь пошли стихи во второй части на любые темы. Как понять, хорошая книга, хорошее произведение, или, ну, достойное, да, внимание, или нет? Потому что, ну, понятно, есть какая-то классика у нас, там определенная общая, есть школьная программа, которую необходимо читать, иначе там потом оценку не поставят. Из литературы необязательной, из литературы общероссийской, или мировой, или самарской, да, в частности, как отделить зерна от плевел? Как понять, достойно это твоего прочтения, или нет? Надо прочитать. Наверное, пока не прочтешь, я поймешь. Надо составить свое мнение. Если это тебя тронуло, что-то ты там нашел, то, конечно, хорошо. Но и очень важно, чтобы читали самарских авторов. Вы знаете, ведь интерес к миру, он обязательно включает интерес к своему краю, да? А свой край, чтобы узнать, нужно узнать и географию его, и историю, и произведения этого края, и людей. Просто хороших людей. И, конечно, знакомясь вот с писателями, с земляками, которые, может быть, живет рядом, ты понимаешь, что литература существует, она существует вот в этой, в твоей жизни, которая рядом с тобой. И это делает ее более доступной. Может быть, человека делает менее испуганным. То есть он скорее придет к творчеству, скорее начнет читать. встречаться с земляком поэтом нужно, чтобы просто чувствовать ее ближе. Петр Александрович. Ну, наверное, я что хочу сказать. Когда мы пришли, вы говорите, покажите, пожалуйста, корочки. Наверное, книга всегда красивой будет тогда, когда она оформлена первой листой. Это главное. Когда человек возьмет книгу, вот эти, неспроста сделано так, неспроста. Человек сразу возьмет и скажет, да, здесь, конечно, писано обязательно про Самару. Да, самоскитрым. Вот именно, да. Что такое горький хлеб тыла? Значит, да, это действительно горький хлеб тыла. Что такое? Это, да, это ясно. Вот. Моя береза Русь. Ну, вы знаете, вообще-то Россия без березы не может. Это, это, как говорится, история об этом. Шукшин об этом писал. Моя береза Русь. Вот. И любое произведение Красного тюльпана. Вот. И так далее, и так далее. Конечно, только вот человек, взявший книгу, первое, наперво, он говорит, да, вот это, наверное, книга о березовой Руси. Наверное, действительно о России. Ну, вот в целом еще о литературе хочется с вами поговорить, как с людьми, читающими, пишущими, занимающимися этой проблемой очень плотно. Вот смотрите, в книжных магазинах на полках, да, сейчас, конечно, изобилие колоссальное, есть все, что угодно, но некоторые книги, даже там тот же, я не знаю, там Пушкин или еще что-то, недавно столкнулось, повести Белкина, детская книжка, там 400 рублей стоит. цены, вот иной раз, да, даже для ребенка, в школу там, или для такого рядового прочтения собрать, это сколько же надо иметь средств, да, то есть это у нас что, это почему у нас так происходит, можем ли мы с этим как-то бороться и вообще что-либо делать, может быть, альтернативные какие-то, может быть, у нас не только частные издания должны издавать, да, на свое усмотрение что-то и продавать за бешеные деньги, может быть, какое-то государственное издание нам нужно, которое по доступным ценам хотя бы школьную программу будет делать. Ну, альтернативы давно существуют, библиотеки, их роль вот в художественном воспитании просто неоценима. Вы знаете, если вы не сталкивались с этим вот напрямую сами, то даже не представляете, как много библиотекари работают с литературой и с детьми, очень много, как много преподавателей школ работают с этим, вот и с пропагандой литературы, и с объяснением литературы, и вообще с тем, чтобы дать детям основное, что есть в литературе. Вот я бы хотела на эту тему прощать стихотворение, оно посвящено именно библиотекам. Да, во что? Вот во второй части нашей книги, которая называется «Ликуют жизнь», там собраны стихи 27 наших самарских поэтов на темы совершенно любые. Там затронуты и темы, конечно, Самарского, Самары, города нашего, области, вот красоты, наши пейзажи, темы Украины, и, конечно, работа, дети, семья, любовь, счастье, то есть все эти темы затронуты в произведениях наших поэтов. Очень интересные, и вы знаете, они совершенно разные и по возрасту, и по стилю, вообще по отношению к поэзии. А я хочу вам прочитать стихотворение, которое называется о книгах и людях. В светлом зале тихо и уютно слышно, как страницы шелестят. Здесь за книгой встретить нам нетрудно увлеченных чтением ребят. Стоит только приоткрыть обложку, время вдруг куда-то повернет, и воображение понемножку вытеснит реальность, зачеркнет. Где начало всех земных открытий? В добрых детских сказках и стихах, в мудрых книгах, бережно раскрытых у библиотекарей в руках. Словно люди книги в этом зале, здесь их уважают, берегут. Книги любят, чтобы их читали, пусть же многолюдно будет тут. И полет мечты на крыльях птицы, и сюжеты до последних строк, пусть и сюжеты до последней точки нас не отпускают от страниц. Где начало всех земных открытий? В добрых детских сказках и стихах, в мудрых книгах, бережно раскрытых у библиотекаря в руках. Замечательно. Это наш самарец какой-то написал. Это я написала. Это вы написали. А то 27 поэтов. Оказывается, вы написали великолепно. Знаете, я хочу еще сказать, что библиотеки, кроме того, дают приют поэтам. Вот в частности, наше литературно-творческое объединение Лира уже много лет работает на базе филиала номер 2 библиотеки из центральной системы детских библиотек. Там же на базе этой библиотеки работает Самарский городской клуб любителей книги. Мы являемся также и членом этого клуба. Руководит клубом член Союза писателей России Семенов Василий Васильевич. И мы все время так дружно работаем вместе. И первые встречи вот по этому новому сборнику, по новому проекту мы решили сделать именно в системе центральной системы детских библиотек. С руководителем Сахалитова Татьяна Алексеевна уже договорились, что в нескольких библиотеках пройдут такие встречи с учащимися вот наши авторы, поэты, писатели придут и значит с этими детьми проведут презентацию этой книги. Договорились также о встрече, которая будет проходить во дворце детского и юношеского творчества. Творчество на Кубышевской 155, 151. Там уже проходили наши встречи по горькому хлебу тыла. Петр Александрович очень оценил эту встречу, потому что во дворце детского и юношеского творчества умеют так организовывать встречи, что они просто становятся очень насыщенными и очень запоминающимися. Ну, надеюсь, что встречи по этому проекту у нас тоже будет. Когда сборник увидит свет, когда он будет завершен, есть ли какие-то сроки? Да, уже в конце августа мы будем выступать с ним. То есть в новый учебный год уже там будет работа проводиться, да, с библиотеками в том числе? Да, да, октябрь. Октябрь это время уже таких акций. Вот смотрите, у нас с этого года в школах вводится в некоторых классах краеведение, да, самарведение. Вот может быть каким-то образом присоседить еще книгу, этот сборник вот в этот момент уроков, так скажем. Знаете, оно, конечно, влилось бы в это. Потому что вот сейчас Евгения Николаевна читала, говорит улицу про Новосадовую. Вот очень живо себе сразу, да, представляешь улицу Новосадовую, представляешь, как она выглядела в тот год. Про библиотеки еще вот какой у меня к вам вопрос. Вот смотрите, сейчас с прошлого даже или с начала года активная работа ведется внутри библиотек по их преобразованию, по реконструкции, по их наполнению, да, какими-то электронными носителями. То есть они тоже усовершенствуются. Как вы думаете, поток от этого усилится? Детские, может быть, взрослые с детьми начнут приходить, потому что вот в некоторых библиотеках даже появились такие зоны, где дети с родителями могут там за столами вместе сидеть, какие-то такие читальные залы. Библиотеки семейного чтения. Да, 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 об этом говорю как раз. Вот насколько, по-вашему, это хорошая ли эта история, да, нужна ли она нам? Должны ли мы продолжать вот такую работу? Я извиняюсь. Знаете, Марьяна, я считаю, вообще, в первую очередь, конечно, библиотеки надо поддержать финансами. Библиотеки очень слабы. Слабы в этом направлении. То, что они стремятся, хотят сделать, но подпитки, помощи, слабы такая помощь. Очень слабые. Безусловно, там работа, это один момент. Вот вы говорили о литературе, какая должна быть? Ну, условно, ведь смотрите, что у нас творится в городе Самары. Проходя мимо свалки, во многих местах я увидел, Лермонтоваляется, Лев Толстой и так далее. Почему? Это, знаете, это ужас. Как можно такие произведения... Честно признаюсь, забрала несколько книжек с помойки, не могла пройти мимо, потому что пошла выбросать мусор, а там так стопочка лежат. Пушкин, вот Лермонтов. Забрала домой, душа не выдержала. Я так и многое принесла. Я тоже недавно забрала. Ну, альтернатива должна быть, безусловно. Я считаю, некоммерческие организации, это не то, что мы общественное объединение старшего поколения, это нет, нет. Там же молодежные организации, они должны, безусловно, войти в работу, четко в работу. Ну, и, соответственно, вот вы здесь заметили, как-то государство, ведь, по сути говоря, государство, произведение высокие, сейчас ее пускает. Нет, Лев Толстого нет, Алексея Толстого нет, Лермонтов нет. Они пропали. А это, наверное, в уровне, что у нас пропали, значит, то есть, нету вот этой большой программы государства, чтобы могли выпускать вот такие произведения. Вот это, это должно быть. Ну, не пропали же, писатели-то настоящие не пропали, найти же их нужно. Да, найти. Вот. Найти, безусловно, конечно. Вот. И пропагандировать. Да, и пропагандировать. И пропагандировать. Да, и еще один момент. Обязательно. Вы знаете, хорошие, вот прошли презентацию, вот, а телевидение, очень тяжело их пригласить. на человек коммерческие, это что, вопрос? Да, момент есть. Момент такой есть. Это нужно, мы его просто обращаемся к этому плану, к вам обращаюсь. Это дело нужно поправить. Вот эти произведения, мы не то, что должны презентацию, значит, область у нас три с половиной миллиона человек, а что мы дадим? Вот мы прошли, ну, две тысячи человек собрали, а дальше? Да. Ну, в школу послали. Приглашайте нас. Спасибо огромное, что пришли, пригласил вас, конечно, и призываем наших телезрителей тоже читать книгу и с сентября, когда сборник выйдет в жизнь со зрителем, я прощаюсь до следующей пятницы. Это был Город Эсс, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова